Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да Ну так и вот эти... Ну так я понимаю и вот та республика одна из трех, которые по моей версии образуются на осколках Украины, тоже будет с кем-то кооперироваться со страной, имеющей выход к морю. Либо с Россией, либо с Литвой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну были. Историю пишут победители. Большевики победили, соответственно они и написали свои истории. А как же? Поверженным писать нечего. Историю всегда и везде писали. Им будут писать. Только победители. Поверженным остается вздохнуть и признать ничтожность своих умозаключений. Это закон. Это как побеждает сильный. Да, побеждает сильный. Славый, вздохный. Сильный победитель. Что непонятно. Закон конкуренции. Закон мироздания. И кто бы там что ни орал по своим политикам, и вы этот закон не переделали. Ну я понял. То есть вы считаете, если в границах 91 года, значит и Крым возвращается в Украину. Так что ли получается? Нет. До 90-х. Просто украинцы стать неотъемлемой частью России. У нее нет ни одного функционала, который позволял бы ей стать самостоятельным. Ну я допускаю это. Хорошо. В каком виде? В виде а-ля в СССР, в виде одного федерального округа, везде нескольких федеральных округов. В республике, как она и была в СССР. То есть в... В республике не имела государство. У них даже посольства не было. Она входила в состав единого государства. Ну я в курсе, я в курсе. У них даже власть принадлежала близким и республиканским. То есть вы считаете... Армия была близка не республиканская, а союзная. И вас бы в армию не взяли, если бы вы не знали русского языка. Даже в Украине. Одна Украина, армия нового поколения 3, да, может показала, что у нее за армия. Не, ну я думаю, что... Что значит не взяли? Армия это... Я думаю, что в Стройбад... Их брали в Стройбад, кто не знал русского языка. Из какого-нибудь татарской деревни, например. Ну, брали. Их брали в Стройбад, да. Идеми же ударные. Ну, о чем речь? Ну, в армию все-таки брали. Ну, мощь армии не наличен в Стройбад, определенный. Ну, понятно, понятно. А с этим другими войсками. Понятно. Ну, республика, республика. Тогда уж если брать вашу вводную, тогда уж федеральными округами брать. Разделить Украину на федеральные округа, на 2-3 брать. Да, возможно, федеральный округ. Не, ну это... Возможно, зовут там автономный федеральный округ. Но то, что центральная власть, их не будет ни за что и никак. Ну, я понимаю, это... Если они входят в состав единого государства, это будет... В лучшем случае для Киева это как а-ля СССР будет. Я понимаю это. Просто тут очень важно, если брать вашу вводную, да. То есть вся... Я ей не придерживаюсь. Я придерживаюсь позиции желательности фрагментации Украины. На пророссийскую часть там и остальную. Ну, войдем в вашу вводную, да. Что она входит в границах советских в Россию, да. Вот это очень важно. Она входит либо республикой типа Татарстана. Это нехороший вариант. Ибо она продолжит насаждать мову. Может помягче. Но будет... А хантынский она не хочет попробовать? Ну, при большевиках же она насаждалась во время коронизации с 23 по 31. Но при большевиках вы точнее изучаете, что был при... И вы получите ответы на все вопросы. Я это изучил детально. При большевиках, при большевиках, был создан этот мов. Для того, чтобы обучить читать и писать в начальном образовании. Запомните, в начальном. В России было 10% граммов. А 90% вообще без граммов. Ну, я... Это было просто гимназисток. Дали им статус учителя. И, бля... Представили комиссара, который стрелял, если к ней подойдешь. Не стоит стоять. Ну, я понимаю, я понимаю. Которые в деревне, они начали всех обучать. Сунулись в малые народы, а у них письменности нет. Как их обучать, если у них письменности нет? На чё их учить? Вот ты создал в Буржевске, и мы их не могут письменность. И начали учить... Нет, я понял. Дайте писать. Да, да, я... А потом, когда Сталин подписал, причем учили, с 8 до 55 лет. Какая нахрен учеба в 55 лет, если человек жизнь прожил? Срала на вашу корючку, а он без никак оправдывает. Он вообще не будет учиться? Там чуть не насильственно заставляли. Ну, я о чём и говорю. Я о чём и говорю. Вот такая пасос есть и в этом варианте. Он сказал, среднее образование. Вы понимаете, что начальные и средние две разные... Ну, понятно, да, я понимаю. Вот. И мы пришли учёные, говорят, всё, приятно. Не переводь свои языки ни один научный курс. В принципе, вообще. Ну, я понимаю. Ну, да, я понимаю. Ну, да. Ну, да. Ну, да. Ну, да. Адри решает всё. Так что, пока Зеленский ещё покланял на русском, он что-то стоил. А как только перешёл на могу, он стал дебилом и они все. Как только начинают переходить на могу, они деградируют до уровня, блядь, папуана. Ну, я согласен, я согласен. Я же тут... Это моя позиция зеркальная вашей. А самонародность, по-современному этнос, украинцы, когда появился, тоже большевики создали? По-вашему. Понимаете, Украина, есть история Украины, есть история украинцев. Я вот про народность, про национальность украинцев. Это не национальность, это когда они появились, даже народные, это было во времена русских земель. Когда никакого государства не было, было разрознено и княжец. Ну, это как население. Уже были русские. Я вас... Ваше мнение меня интересует, когда они появились официально, по документам, как народность, как национальность. Сначала они появились, потом их узаконили. Ну, их уже... Их узаконила Австро-Венгрия в 10-м году, в своей переписи. Ничего подобного. Ну, вы не даете мне сказать подобного. Да, я вас слушаю. Давайте я расскажу. Расскажите, расскажите. Во времена древних земель княжества были разознены, и народ идентифицировал себя. Даже не по пулеменам уже отошли вот эти вятичи, хижичи, а по княжествам. В Новгороде жили новгородцы, черниги в чернигелцы, в Рязани рязанцы. Они себя так начали уже осуществлять. А поскольку карт не было, ничего не было, то было много прослойств вот таких вот, которые ни в одном княжестве не годили. Они были на окраине, и жили там окраинцы. И жили они на мысле. Потому что у них поселение даже названий не было. Они еще не могли. Вся культура была в городе. В городе было ремесло, в городе был князь, в городе была церковь, в городе было торжеще. Хочешь торговать, не будешь торговать. На улице, где ограбят. То есть тебе надо в город ехать. Где лабазы, где торгуют. А они на мысе, что могли быть? Да ну и что. Они были окраинцы. И мечта их была попасть в город. А город, между прочим, стеной был огорожен. И городская стража стояла. И не каждого в город пустил. Если окраинец заходил, купец-купец торговать проезжает. Посол-пасол проезжает. Житель-житель проезжает. А я украинец, знаешь что, окраинец. Ты нам сейчас бражничать и бражничать, идя тут нахрен. И поджопу ему. И вот он у городской стены там в поселочке сидел и ждал, что кто-то его возьмет в лопы. И тогда он попадет в город. А так вот украинец. Вот это и были окраинцы. Самая забитая часть населения. Ну понятно. Это все-таки... И в Россию потом пришли монголы. Это все спалили нахрен. Это все-таки... Они попали в речи Посполитов, и там стали еще чужими. Потому что те были католики. И они терпеть ненавидели язычников. Причем язычники попадали как православные, так вот эти вот. Вот. А в России произошло закрепощение. Крестьян начали приписывать к крепостям. И окраинцы их встречают двери. И все прописали крепость. Что в случае нашествия они знали, куда бежать. Понятно. Вот и все. Нет, я понял. Вот и несовершенно. Вот. Нет. Но то, что вы перечислили, это скорее всего социальный статус весьма низкий. Или образ жизни. А это все-таки национальность. Вот. Как называли ранее еще. Ну, я вас понял. Я мыс понял. Я согласен. Только немножко я поправил терминологически. А так, в принципе, историческую суть я не отрицаю. Все правильно. По исторической сути. А национальность появилась в первый раз в Парижской коммуне. В Париже. Когда снесли голову царю, началась эта вот каша. И там появились национальности. Хотя раньше были сословности. Во главе стояла сословность. К какому слою общества. И у нас в 1917. Даже не в 1917. А в февральской революции. Вот. В России. Отменили сословность. Всех привилегий к сословности. И вели национальности. Ну, народности были раньше. По переписи Российской империи. Они появились только географическая часть. Причем у нас произошло, например, та же самая, что во Франции. Во Франции нет французов. Вообще. Ни одного. Там едут бургунцы, шампанси, нормандцы. А вот когда они попадают в них, они становятся французы. Независимо от того, как... В Германии то же самое. Ну, я знаю. Я знаю. По гражданству становятся. Да, да. Они внутри совсем разные. А вот для других они все немцы. Ну, у нас... И в России то же самое. Татарин становится россиянином за границей. А в России он татарин, да. Да, да. Да они нас как воспринимают? Если вы посмотрите вот оба, скажем, русского бывнего кинематографа. Первое, сразу. Значит, красная цыганская рубаха. Рубаха красная и цыганская. Это не русская. Потом безрукав. Чисто еврейская. В русской национальной одежде нет безрукав. Потом шаровары. Шаровары чисто украинские. У русских партки никогда не такими не было. Потом сапоги. Сапоги. Ну, сапоги еще чуть там носили. Лаптей даже нет. У всех сапога. Хотя национальная одесса. И на голове папаха. Вот папахи мы с Ромбой носили. Папаха это кубанская ледь. Все от образа. Ну, да. Еще можно вспомнить Рокки 3. Иван Драга. Когда... Ну, фильм Иван Драга. Ну, хорошо. Я понял вас, да. Диалог выложите? Да. Закрыто. Нет. Не надо. Ну, не вопло. Конечно, выложу. Очень интересно. Познаватель. Да. Если что, мой канал Ден Клуб. Ну, ваши... Ага. Хорошо, хорошо. Обращу внимание. Вам написать название? Или... Или... Спелинг, чтобы не ошиблись. Или поняли? Так. Сейчас напишу. Не, ну, если будете называть, можете упомянуть название канала моего, что со мной беседовали. Ну, брось. Вот. Русская часть названия, да. Вообще, Олег Ден Клуб второй канала мой. Первый. Пэндалом Олег. Хорошо, хорошо. Ну, хорошо, спасибо. Всех благ вам. Вам спасибо. Удачи. Здоровья всем. Слава... Слава Самаре. Всех благ. Здоровья всем. Удачи. Слава. Слушай, Карпов. Сделай вид, что я этого не слышал. Судьба тебя и так любит. Не слушай. Их, в общем-то, всех и назвали русские, потому что это глагол. Русские – это какой чей отвечает. Конвенция пошла? Ну, в соединенных штатах, я, допустим, в соединенных штатах, федерализация? Федерации. В соединенных штатах федерации, вот, я слышал. Да. Да? А как называется? Соединенные штаты, это федерация? Ну, вот, кто стоит вот садится, а, ну, повелок всегда писал. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»